По монастырю путешествия отсюда, от западных ворот, от главных святых ворот. Дело в том, что мы находимся в центре Валдейского озера, на одном из 12 его островов. С момента основания здесь обители в 1653 году остров название носит Святого. Надо сказать, что наш монастырь задумал патриарх Никон, будучи новгородским митрополитом и часто проезжая по делам в Москву, он облюбовал здесь единостров. Не сделай велик, но сделай красен и рыбными ловлями окружен. Его идею поддержал царь Алексей Михайлович Романов. Он был очень богочестив, поэтому монастырь задумали не просто в честь Богородицы, а в честь одной из самых знаковых икон Святого Афона, Иверской иконы Божьей Матери. Русь в ту пору была самым богатым независимым православным государством, в то время как другие народы страдали по турецким игам. И надо сказать, что в то же время общепринятой христианской святыни на нашей земле не было. Вот поэтому и царю, и патриарху очень хотелось, что хотя бы благодать святых мест присутствовала хотя бы на Валдайской земле и вообще на Русской земле. Поэтому здесь начинают строить Иверский монастырь, а дальше Новый Русалимский монастырь на Истре, а дальше и на Киевострове, Беломорье, Крестный монастырь. То есть это была целая идея, продуманная таким вот циклом создания монастырей. Надо сказать, что в этой цепочке монастырей Валдайский монастырь был первым. И уже в 1648 году на Святой Афон отправляется русское посольство с просьбой написать список удивительной этой иконы. Конечно, просьба была выполнена. И уже 26 октября 1648 года икона впервые вступила в Москву. И это праздник не только Москвы, но и всего православия, в том числе и нашей обители. А к нам на Валдайские земли икона вступила 25 февраля 1656 года. Это уже престольный праздник нашего монастыря. Есть и общепринятый праздник, отмечают который все православные народы, чествующие Иверскую. Это вторник на пасхальной неделе. Дело в том, что икона эта считается одним из самых древних образов Богородицы. Конечно, эта икона пережила период иконоборчества. И поэтому этот удивительный образ сумели сохранить. Следующим образом. Эта история, переведенная на русский язык, была впервые напечатана в книге патриарха Никона Раймысленной. Здесь, в монастыре. А потом, по мере создания монастыря и воплощения его в камне, эта история нашла воплощение вот в этих удивительных вратах. История начинается с периода иконоборчества, когда 200 лет иконы уничтожали по повелению императоров. И поэтому привлечены были войска. Первый фрагмент – это событие города Никея. В храме, где мы видим молящихся христиан, мы видим и воинов, которые должны уничтожить лик. И один из воинов все-таки наносит удар, хотя молящиеся в храме люди просят оставить икону, обещая за нее выкуп. Но как только острею коснулось правой щеке, выступила кровь. И это наглядно показало, что это не деревянный идол, а удивительное сочетание земного и небесного. И поэтому сомнения отпали. Но от икон отступились все. Совершено было преступление. И поэтому это дало шанс. Боочестивая молящаяся вдове и ее сыну в храме вынести зимой, простите, не зимой, а ночью, икону из храма и пустить ее по воде. В эту же ночь вдова, понимая, что ее ждет расправа, благословила сына на скитание. Его они привели на святой Афон. И в Иверской обители, принимая постель, он расскажет о себе, о спасенной иконе, пройдет его жизнь. Не так скоро иконы займут достойное место в храмах. Но когда это произойдет в IX веке, именно во вторник, на пасхальной неделе, у стен монастыря появляется на море сияние, в центре которого находилась икона Божьей Матери. Но взять ее оказалось непросто. Молились все. А Божья Матерь, как откровение, пришла к самому простому отшельнику, монаху Гавриилу и сказала только одно. Иди и возьми мой образ. И он с верой пойдет по воде, возьмет икону, торжественно которую потом принесут в главный храм, но утром икону не найдут. Станут ее искать, найдут на вратах. Трижды у нас сели в храм, и трижды икона возвращалась. Наконец было еще одно откровение Божьей Матери, где она сказала примерно следующее. Не мой лик хранить надо, а он в настоящем и будущем будет хранить обители. И вы понимаете, пребывая на вратах. Протеитиса по-гречески, вратарница по-русски. Она встречает и провожает всех в нашей обители. Вот эта икона была привезена к нам в середине 17 века и вскоре станет одной из самых почитаемых икон православия русского. Конечно, поклониться, в первую очередь помолиться. Шли богомольцы зимой по льду озера, днем, летнее время, по богомольной дороге, которая сейчас покрыта современным дорожным покрытием, и два моста соединяют острова. И эта дорога совершенно незаметна для путешествующих. Ну и, конечно, икона встречает всех в однодвратном ее изображении. Кроме того, здесь находились и общерусские святые. Православие к тому времени существовало не один век, и были свои святые, чей жизненный молитвенный подвиг способствовал тому, чтобы русское православие сохранилось. Поэтому здесь пребывали нои мощи новгородского святого Якова Боровического. Его изображение вот там в левой нижке между колонками. А с правой стороны мы видим изображение московского митрополита Филиппа. Дело в том, что частички мощей, то есть, святителей московский Петра Алексея Иоанна и Филиппа сам патриарх Никон привез из Москвы. Но мы видим только изображение московского митрополита Филиппа, потому что ему посвящен этот храм. Так уж получилось, что каменное строительство начинается с храма и заканчивается храмом только через 200 лет. Поэтому этот храм совершенно отличен от тех других более ранее построенных церквей. Естественно, это был стиль эклектики, псевдорусского стиля. Поэтому считалось, что русский храм должен быть цветным, ярким, выразительным. Поэтому злоченые куполы, наличие двух цветов и каменный богатый орнамент – все украшают этот храм. Надо сказать, что этот храм последний на рубеже 19-20 века построенный. Тем не менее, он долгое время оставался единственным, который нарушал облик монастыря строгого, с белыми стенами и серо-голубыми кровлями и куполами. Под стать нашему северному небу, под стать вот этой строгой зелени векового леса. И, конечно, это голубой цвет, цвет Богородицы. То есть это был единый замысел, воплощенный в жизнь здесь, на монастыре. Ну а дальше остров небольшой, поэтому строить отдельно гостиничный комплекс и сам монастырь было нецелесообразно. Это единый ансамбль, соединяющий в себя, включающий в себя три части. Западная половина гостевая и хозяйственная, она ею остается, центральная монастырская и восточная часть. Спасибо.